Медицинская реабилитация зависимых от алкоголя, получение высшего образования и последующая социализация заключенных в Витебской области. В системе пенитенциарных учреждений работают сразу несколько проектов, которые помогают встать на путь исправления. Материал Александра Камовича. Для Татьяны еще 15 пациенток Витебского лечебно-трудового профилактория, пилотная программа по реабилитации от алкогольной зависимости, как глоток трезвой жизни, Попадают сюда исключительно по собственному желанию, поэтому и администрация всячески идет навстречу нуждающемуся. С пациентами работают специалисты-медики, психологи, а программу подбирают индивидуально для каждого. У нас все проходит и релаксация, и занятия разные, и то, что нужно на самом деле, как вот занимаешься с психологами, и вообще мне нравится. И шанс в дальнейшем жить прекрасно, без алкоголя. Один из основных критериев отбора – желание самих кандидаток воспользоваться еще одним шансом поскорее вернуться к нормальной жизни. Сейчас в программе 16 человек, в будущем планируют набор еще двух групп. По итогам эксперимента подобные программы смогут реализовать и в других лечебно-трудовых учреждениях страны. Сейчас критерии с средним и высоким революционным потенциалом. В последующем мы будем распространять данные методики на всех остальных гражданок. Они уже становятся более активны, проявляют интерес, и данные гражданки, значит, только по их личному согласию в данном эксперименте участвуют. Одна из основных задач пенитенциарных учреждений – исправление. В этом деле, как говорят специалисты, большую роль играет именно занятость и труд. Поэтому уже давно во многих колониях заключенные могут как работать, так и получать образование. В колонии номер три, что под Висебском, пошли дальше. С 2017 года осужденные стали иметь возможность получить диплом о высшем образовании. В принципе, вся учеба проходит в так называемом Центре дистанционного образования. Он представляет из себя сайт со специальным программным обеспечением, которое позволяет выполнять на сайте контрольные задания, знакомиться с материалом научным. Занятия, как у всех студентов, начинаются в сентябре-октябре. На это время заключенным отводится 3-4 часа. Таким образом, здесь можно получить целый ряд профессий. При этом оплатить обучение можно даже из денег, заработанных на производстве исправительного учреждения. Я считаю, очень сильно вызывает у них мотивацию. И не только для обучения, но и для ведения правопослушного образа жизни в целом, как в местах лишения свободы, так и после их освобождения. Отмечу, что своеобразный пресс-тур по учреждениям Витебской области был организован в канун профессионального праздника органов исправительной системы. Сегодня в этом регионе работают 5 колоний, следственный изолятор, 2 лечебно-трудовых профилактория и 3 исправительных учреждения открытого типа. Подразделения Витебской области выполняют поставленные задачи. Значит, не допущено совершение противозаконных деяний со стороны спецконтингента. Значит, сотрудники справляются с поставленными задачами и свои служебные деятельности идут вперед. Для успешного функционирования всей исправительной системы к сотрудникам МВД предъявляются самые высокие требования. Это касается и физической подготовки, и морально-нравственных качеств. О нововведении и программе это практика жизни, говорят специалисты. Все эти меры в большей степени позволяют мотивировать оступившихся и направить их на путь исправления. Александр Камович и Маргарита Гаврова. Агентство теленовостей.